Эмираты, Дагестан. Мосты дружбы и сотрудничества. В республике с рабочим визитом побывал посол арабской страны. Подробности в начале программы. Кого Абл-Муслимов попросил выйти из кабинетов? О заседании антикризисного штаба правительства республики расскажем в выпуске. Много техники, меньше мусора. Правительство Дагестана закупило 14 современных мусоровозов. Новые технологии в дагестанской медицине. Об уникальной операции хирургов республиканской клинической больницы расскажем сегодня. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. Правительство и меценаты помогут завершить народную стройку. Накануне сенатор Дагестана Сульман Керимов посетил духовно-просветительский центр имени пророка Исы, где в сопровождении главы региона Сергея Меликова и муфтия республики шейх Ахмад Афанди Абдулаева ознакомился с ходом строительства грандиозного социального объекта. Подробнее в сюжете Хамзану Магомедову. Сульман Керимов впервые лично посетил духовный центр имени пророка Исы «Мир ему». Здесь сенатор встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди. Внутри административного здания они обсудили вопросы завершения строительства грандиозного объекта, в котором принимают участие как обычные граждане, так и крупные меценаты. Сегодня мы попросили нас собрать здесь на площадке строительства центра духовного, потому что Сульман Мусевич принял решение поучаствовать, можно уже сказать, в завершении строительства на том этапе, на котором мы сегодня находимся. Он помогал, он неоднократно помогал, он участвовал. Просто от различного рода ковидные и международные ситуации мешали в этом плане динамичную и постоянную помощь оказывать. Поэтому мы хотели сегодня с вами обговорить возможности по оказанию помощи в строительстве духовного центра. Ну, разговаривали полгода назад, просто здесь сдвинулось. Поэтому мой долг остался перед нашей дагестанской умой, чтобы это завершить, и была достойная мечеть, которую мы там начали строить. И спасибо вам за то, что мы можем в этом принять участие. И надеюсь, с помощью Всевышнего мы закончим все вместе. Со своей стороны я скажу от имени мусульман, и не только, в целом от имени жителей Дагестана. Мы вам, Сергей Алимович, мы благодарны, потому что то, что вы находитесь здесь, и уже третий раз вы здесь присутствуете, и беспокоитесь, это очень много устоит. И Султана Байбулатовича, и вас, и мы, Господи, Хазрии, Магомедович, это вы люди высокого уровня, и то, что завершит, конечно, с горами отведет, это очень тяжело. Мы вам благодарны, просим Аллаха, чтобы у вас все было благополучно. И с сегодняшнего дня, если вот так вместе, совместным усилием мы начнем, я думаю, перед нами проблемы не будут. В духовном центре Сулейман Керимов также встретился с паломниками, а именно родственниками погибших военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Они поблагодарили организаторов хаджа за поддержку и за предоставленную возможность посетить святые места. Пусть Всевышний примет то, что вы сделали в тысячекратном размере. Пусть Всевышний даст вам благо, руку шедрости, здоровья. И хочу также выразить муфтиаду, потому что те, которые организаторы наши были, руководители, руководители. Благодаря им нам все это получилось. И благодаря их помощи. Также хочу подчеркнуть Сергея Алимовича. Наверное, ни в одной республике нет руководителя. Вот мы обсуждали, не там, здесь. Мы обсуждали, Сергей Алимович, что вы приходили, когда вы приходили соболезновать, когда вы нас вызывали, что это было искренне. Мы это чувствовали. Лица от всех, матерей особенно. Нам, наверное, не выразить их, но, я думаю, вы прочувствуете. А чувство – это самое главное. И мы каждые это прочувствовали, говорили. Наверное, не было которого человека, который не сделал за вас дуа. Дуа за Дагестан. Дуа за мир. Пусть будет мир, пусть будет барракад. И пусть каждая мать, каждый человек, который потерял близкого мать, отец, жена, сестра, найдет успокоение. И пусть научатся отпустить, начиная с меня. Вам всех благ. Да, Аллах, крепкого здоровья. И дальше продолжайте жить. Чем можем, если мы тоже поможем, поддержим. Спасибо большое. Завершение строительства духовного центра запланировано на 2025 год. Самый крупный объект здесь – мечеть имени пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Она будет вмещать более 20 тысяч верующих. Отметим, что в конце прошлого месяца Сергей Меликов также озвучил план привлечения более 300 миллионов рублей из внебюджетных средств на возведение комплекса. Хамзанур Магомедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На неделе Дагестан посетил посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммед Ахмад Аль-Джабер. Почетного гостя встречал лично Сергей Меликов. В ходе совместного совещания, прошедшего в Махачкале в Доме Дружбы, стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества и взаимодействия по разным отраслям, представляющим интерес как для Дагестана, так и для Объединенных Арабских Эмиратов. Гости приехали не с пустыми руками. До начала встречи посол подарил дагестанским сиротам ноутбуки к предстоящему новому учебному году. Подробнее сюжет Хамзного Магомедова. Второй день прибытия в Дагестане чрезвычайно и уполномоченного посла Объединенных Арабских Эмиратов в России. Накануне Мухаммед Ахмад Аль-Джабер вместе с главой региона постил местные достопримечательности и предприятия сельского хозяйства и промышленности. А сегодня в Доме Дружбы прошло итоговое совещание представителей Арабских Эмиратов с членами правительства по вопросам активного сотрудничества в разных сферах. Проекты, которые мы сможем реализовать вместе это в области сельского хозяйства. Так как отметили мои коллеги, что Дагестан экспортирует мясо в Объединенные Арабские Эмираты. Надеюсь, что мы будем работать над увеличением количества. Можно работать совместно в области образования, как отметил министр образования, в области туризма. Я уверен, что Дагестан интересен, и Северный Кавказ интересен будет эмиратским туризмом. Очень много проектов, которые мы сможем реализовать в будущем. Не могу сказать, что есть договоренность. Это наша первая встреча, мой первый визит в Республику Дагестан. Но я заверяю, что со своей стороны, как посоль посольства, сделаем все, что от нас зависит. Ну а не только туризм. Мы сегодня рассмотрели и вопросы условий для преодоления угроз продовольственной безопасности, которые для всего мира сегодня являются проблемными, в том числе поставку и экспорт в эмираты той продукции агропромышленного комплекса, которая у нас есть. Мы рассмотрели вопросы сотрудничества в промышленной сфере, в сфере промышленного производства. Безусловно, здесь нужно детализировать эти вещи, в том числе на уровне формирования мировых цен на ту продукцию, которую мы даем. Это абсолютно правильно. Но мы в этой конкуренции, наверное, готовы участвовать с учетом потребностей или пожеланий наших партнеров. Мы рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере образования, о чем господин посол уже сказал. Ну и, безусловно, наш, я считаю, такой очень хороший бренд нашего многонационального Дагестана это сотрудничество в области культуры, искусства и иных отношений, которые позволили бы нам быть друг к другу ближе. Мы обговорили и вопросы участия наших проектов в праздновании старетия Расула Гамзатова, и вопросы проведения дней культуры эмиратов в республике Дагестан, ну и, соответственно, обратных визитов в эмираты со стороны наших коллективов, которые, как, например, Лизгинка, уже имеют представление об эмиратах, и в эмиратах очень тепло принимали. Спасибо. В рамках запланированных в Дагестане мероприятий гости из Объединенных Арабских Эмиратов встретились также с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Они подарили отличившимся в учебе школьникам и уже будущим студентам ноутбуки. Прошу вас принять наши небольшие подарки от эмиратских друзей. Как вы знаете, образование в данное время очень важно не только в Эмиратах, и в России, и в Дагестане. Никто из нас не может забыть пандемию, как повлияла и как все наши дети занимались и учились национально. Еще раз благодарю вас за ваше участие. Примите наши скромные подарки. Учитесь хорошо. Прислушивайтесь родителей. Дети, вы наше будущее. Спасибо. Дети, наше будущее, наше достояние. И это категория детей, нуждающихся в особой заботе государства. В связи с этим и в Российской Федерации, и в Республике Дагестан принимаются необходимые меры в целях реализации защиты их прав, законных интересов. Предусматриваются дополнительные гарантии, права на образование, медицинское обеспечение, на имущество, жилые помещения, дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы и многие другие льготы, которые предусмотрены и в федеральном, и в региональном законодательстве. Для нас очень важно, чтобы дети не чувствовали себя обделенными ввиду тех обстоятельств жизни, которые у них сложились, и в полной мере ощущали полноту и радость жизни, и имели в своей перспективе хорошее будущее. И мы готовы делать всё для этого от нас зависящее. Почётные гости из Объединённых Арабских Эмиратов заверили, что это их не последний визит в Дагестан. В следующий раз они планируют посетить горный край и остаться здесь на более длительный срок для укрепления и развития дружеских и партнёрских отношений. Хамз Нурмагамедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. 26 июля республика отметила День Конституции Дагестана. Основной закон страны гор был принят в 1994 году, однако отмечать эту знаменательную дату начали лишь с 2003 года. С этим днём жителей республики поздравил глава Дагестана Сергей Меликов. Хочу всех поздравить с Днём Конституции Республики Дагестан. 26 июля мы празднуем годовщину принятия основного закона республики, который закрепил государственное устройство, придал правовую форму фундаментальным ценностям нашего общества, взял под защиту самобытную культуру многонационального Дагестана. Традиция языковой особенности сохранил единство, мир и согласие в регион. В День Конституции руководитель региона традиционно награждает дагестанцев, отличившихся в различных сферах деятельности республики. Среди отмеченных Магомедхан Гаджи Магомедов, спасший туристов, тонувших во время рафтинга на Аварском Кайсу. Также Сергей Мельков поздравил с присвоением звания заслуженный учитель республики Дагестан Занегар Мирзабекову. Ранее глава Дагестана в ходе осмотра одной из больниц Рутульского района побеседовал с Занегар Мирзабековой. Тогда выяснилось, что женщина за 45 лет работы учителем математики в одной из сельских школ ни разу не получала государственных наград. Сергей Мельков пообещал исправить эту несправедливость и сдержал слово в День Конституции республики. На неделе в правительстве Дагестана состоялось заседание антикризисного штаба. Руководитель дагестанского Кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал чиновников выйти из своих кабинетов и вплотную заняться решениями имеющихся проблем. Призыв был адресован в частности главам районов на фоне трагедии с туристами в Хунзарском районе. По мнению премьер-министра, местные власти должны отвечать за безопасность туристов и знать обстановку в своем муниципалитете. На заседании обсудили и ход реализации капремонта в школах, где дела также обстоят неважно. В продолжении темы сюжет Ларьяны Шамхалаевы. Опять и снова школы, вернее темпы капитального ремонта, которые сегодня заметно отстают от намеченного графика. Ситуацию чиновники называют не самой лучшей, что в районах, что в городах. В здании, где занимаются дети физически и морально устарелы, надо проводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы, роста и развития. Хотел бы обратить внимание на обеспечение своевременным завершением работ и качества их выполнения. Мною курируется город Махачкала. Сегодня в данном муниципальном образовании остро стоит вопрос капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Из предусмотренных на текущий год на капитальный ремонт 887,8 миллионов рублей на сегодняшний день, на свое наличие 146, что составляет 16,4%. По словам главы Минобранауки Республики Ехьи Бучаева, готовность объектов составляет всего 50%. Учитывая, что до сентября осталось всего ничего, темпы работ необходимо ускорить. На всех рисковых объектах, предусматривающих большой объем работ, либо на объектах, где работы были начаты позднее, необходимо срочно увеличивать и количество работающих продолжительное время их работы. На 40 объектах проведения ремонтных работ работы идут очень медленными темпами. Готовность объектов составляет менее 40%, что вводит в зону высокого риска и в свое время завершение работ по капитальному ремонту и угрозу срыва в свое время начало нового учебного года. Теперь за качеством выполненных работ в школах будет следить специальная правительственная комиссия, решение о создании которой было принято здесь же, на совещании. Премьер также дал указание усилить контроль на рабочих объектах. В заключении поговорили и о туризме, вернее о несчастном случае в Хунзахском районе, когда автомобиль с гостями региона опрокинулся в пропасть и погибла семья из четырех человек. Абдул Муслимов потребовал от глав районов вплотную заняться вопросами безопасности на туристических маршрутах. Мы на каждом заседании оперативного штаба будем показывать те негативные моменты, которые имеются в республике в плане организации туризма, в плане оказания им туристических услуг. Например, здесь показывали картины, которые имели место в Салтинском водопаде. После того, как все это было озвучено, на Салтинском водопаде буквально через 3-4 дня начали делать дорогу и так далее и тому подобное. Вы, пожалуйста, посещайте эти места, где бывают туристы. Посмотрите, пожалуйста, там какие есть стоянки. Лориана Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, Новости, телеканал ННТ. Дагестан закупил новую спецтехнику для вывоза мусора. 14 единиц грузовых автомобилей марки КАМАЗ будут переданы региональным операторам для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. На приобретение техники из республиканского бюджета ушло более 116 миллионов рублей. В приемке транспорта принял участие и председатель правительства республики. Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, в дальнейшем планируется закупить также малогабаритные мусоровозы для высокогорных районов республики. Поскольку добраться туда большие грузы не могут. Вы знаете, что у нас очень большая проблема вообще с обращениями к коммунальными отходами и с вывозом, и с кладированием и так далее. Поэтому этот вопрос находится на контроле у Сергея Алимыча Меликова. Мы создали наш региональный оператор. Уже сейчас идет проектирование всех площадок, где будет осуществляться и сбор, и сортировка, и так далее, и складирование. Поэтому данная работа будет продолжена. У нас на самом деле большие проблемы с техникой. Не хватало специализированной, будем говорить, мусороуборочной техники. Сейчас, например, это начало тех больших мероприятий, которые мы будем делать. Объем кузова новых машин составляет 19 кубометров. По словам специалистов, такая спецтехника позволит существенно улучшить работу с твердыми коммунальными отходами. Объем образования мусора очень увеличился. Поэтому именно сейчас пик получается. Летний сезон, туристы, туристический сезон. И много того же арбуза, овощей, фруктов. В общем, органических отходов очень много появилось. Поэтому это, естественно, нам нагрузку в работе дает. Это очень своевременная и нужная покупка. Машины очень хорошие. Из того, что у нас есть на российского производства, можно сказать, самые лучшие. И я думаю, они себя покажут и очень серьезно облегчат нам нашу работу. Усилят нашу работу, улучшат нашу работу. Мы очень рады, что нам наконец-то пришла техника. Мы ее очень долго ждали. И надеемся на дополнительную, потому что это только одна часть техники. Еще нужна техника другого вида, с боковой погрузкой. Малая техника, которая в наши города могла заезжать в населенные пункты. Безопасность туристических объектов и подготовка к празднованию столетия со дня рождения Расула Гамзатова. На сегодняшний день это ключевые вопросы как для республики, так и для Хунзахского района, который на неделе с рабочим визитом посетил премьер-министр Дагестана. И как выяснилось, в обоих направлениях есть много нерешенных вопросов. Подробнее о них расскажет Патимат Ханапова. Туризм хорошо, а туризм безопасно еще лучше, так посчитали представители власти после трагедии на Цулутлинском каньоне, где в обрыв сорвался автомобиль с семейной парой. Место происшествия посетил во время рабочей поездки в Хунзахский район и председатель правительства. Абдул Муслим Абдул Муслимов поручил установить по периметру заграждение, если надо, пусть даже и в человеческий рост. Там 600 метров мы уже сделали проект, с метра сделали, деньги вытащили, сменить производство. Просто, я же тебе говорю, первое время надо такие жесткие меры принимать. Надо организованные смотровые площадки делать. Организованные смотровые площадки. Все. Чтобы где попало. Вот там один, вот здесь второй, вот здесь третий, вот здесь четвертый. Те люди оставили наверху там, посмотри, где я тебе показал эти люди. Они вообще с ума сошли, что ли. Вот, например, они сейчас ходят. Не дай Аллах, вот этот, который туда идет девочка или мальчик, вот присел он. Если он поскользнет, он не уйдет, я так туда. Поэтому здесь или какие-то волонтеры должны быть здесь. Матву Галджиевич, это... Здесь 12 километров, 12 километров, вот именно только здесь. Вот 12 километров, на 6 километров, сделай одну участковую пункт. На другой 6 километров, сделай другой. Ну, как вот, вот как, например, смотри. Сейчас мы на другую сторону пойдем. Нет, допустим, вот... Там эти люди тоже будут? Нет, смотри, вот они там стоят. Никто же им не говорит, что туда ходить нельзя. Туда идти нельзя. Говорит кто-нибудь? Ну, тогда сделайте смотровые площадки культурные. К критике подверглась и подготовка к празднованию юбилея Расула Гамзатова. Абдул Муслимов остался недоволен темпами работы и отметил недочеты в организационном вопросе. Поручил привести в порядок и проектную документацию. Пример напомнил главе муниципалитета о персональной ответственности за каждый недочет. Но, уважаемый Нурмагомед Максот Гаджиевич, я вам настроение испортил в начале совещания, потому что я хочу, чтобы через год у вас было хорошее настроение. Отвечать вам ни Юс Магомедович, ни Ахмедов, ни вот там, который сидит начальник отдела, никто за это отвечать не будет. Не Минстрой будет, а отвечать вы. Поэтому вы должны делать ноги всем документам, которые идут. Если, например, вы говорите, ну, Смагомедович, открытие заявляет, что никаких денег нет и денег не будет, потом выходит министр экономики и говорит про проект этого самого восстановления, а Бумус Лимов не подписывает, потом это подтверждает. 12-го числа внесли и говорит заместитель министра строительства. Им это не нужно. Им нужно, чтобы мы вопросы не задавали. А нам нужно провести юбилейные мероприятия. Покойно Абубасыру Магомеда Гаджиевичу говорил, а где результат? Равняется где? Посетил пример комплекс «Белые журавли», а также дом музея Гамзата Цедасы, где к юбилею Расула Гамзатова проведут ремонт. Напомним, эти культурные объекты будут связующим звеном и неотъемлемой составляющей региона на праздновании столетия народного поэта. Батимат Ханапов, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Хунзакский район. Очередную майнинг-ферму накрыли в Дагестане. Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили сеть подпольных майнинг-ферм в Левашинском и Унцукульском районах республики. В результате рейда изъято свыше 1600 аппаратов для выработки криптовалюты. Выяснилось, что собственники оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих цифровую валюту. Талант хирургов и уникальные технологии. Дагестанские врачи стали применять инновационный метод по удалению камней из поджелудочной железы с помощью аппарата последнего поколения. Мешательство минимальное, а время проведения операции сократилось в разы. Батимат Ханапов объяснит, в чем суть методики. Новый аппарат Spyglass несколько месяцев назад появился в ведущих клиниках мира, а теперь данная методика поставлена на потоке в Дагестане. Этот эндоскоп гораздо тоще своего аналога, он проникает в самые труднодоступные части органов. Конструкцию дополняют рычаг управления и цифровой видеочип высокого разрешения. Это позволяет поставить точный диагноз. Его можно провести через инструментальный канал материнского эндоскопа, то есть боденоскопа, в протоке желчеводящих путей и прямо визуализировать патологию. В данной ситуации это конкременты, то есть камни желчеводящих протоков, трудноудалимые при обычной методике. Она позволяет визуально подойти к конкременту и под визуальным контролем подвести лазер и при помощи лазера фрагментировать конкременты на более галкие куски, которые потом вымываются в процессе процедуры. Метод этот в основном применяется при лечении заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Первые пациенты Республиканской клинической больницы номер два уже смогли пройти диагностику. При необходимости после проводится дробление камней и их безопасное извлечение. Фиксируем один эндоскоп к другому эндоскопу. Для удобства работать одним операцией. Плотно стоит, туда-сюда не входит, там тоже такой вколоченный. Вот он, вот он. Четко видно тоже. Это один камень, надо его превратить в песок. Вот он его дробит. Щадящий метод особенно важен для людей пожилого возраста, которые чаще всего нуждаются в такой операции. Новая технология помогает избежать ошибок, а следовательно и ненужных опасных вмешательств. Патимон Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова